Здравствуйте! В этом видео мы расскажем и покажем, как принять роды в домашних условиях. Прежде всего, оговоримся, что это видео мы выносим в блок скорее первой помощи, нежели подготовки акушерской. Если вы его смотрите с целью подготовиться к экзамену по акушерству, то не надо этого делать. Мы имеем в виду, что часто возникают ситуации, когда люди пытаются родить за пределами лечебного учреждения и вне доступа скорой помощи. В этом случае помогать им нужно тому, кто находится рядом, будь то муж, родственник или близкий друг. Мы ни в коем случае не говорим, что больничные роды это плохо, что скорую помощь вызывать не нужно. Естественно, в идеале роды должны проходить под наблюдением специалистов и специализированной организации. Поэтому, опять же, не берите это видео как руководство к действию, если вы собираетесь отучиться на доулу или что-нибудь такое. Итак, вы здесь главный герой, вам необходимо принять роды у женщины, вы скорее пострадавшая сторона в этой всей ситуации. И сейчас мы вначале в теории обсудим, что вообще мы ожидаем в разные периоды родовой деятельности, как это все дело выглядит. А потом посмотрим, как это выглядит и что нам делать уже на тренажере. Разбирая теорию, говоримся, что с точки зрения нашей такой первой помощи, роды бывают нормальные и патологические. Нормальные роды это те, которые происходят в нормальное время. То есть это где-то 37-38-40 недель. Это роды одного плода. Плод без каких-то заметных нарушений. Он в нормальной физиологической позиции. Здесь лучше сильно не вдаваться, а то совсем грустно станет. И, в общем-то, такие роды плюс-минус проходят самостоятельно. Это как раз те ситуации, когда нам говорят, что вот раньше в поле рожали и все было хорошо. Да, действительно, в поле рожали. Но, конечно же, процент смертности был огромный. Причем смертность и ребенка, и матери. И понятие умерла при родах, оно было, в общем-то, такое, вполне регулярное. И особо удивления не вызывало. Сейчас, если кто-то умирает при родах, то, конечно же, это огромнейшая проблема. И куча разбирательств. И, в общем-то, материнская смертность стремится к нулю. И это очень хорошо. Ну, так вот. Роды патологические. Голыми руками принять очень сложно. Поэтому, если есть какое-то подозрение на патологию, заранее рекомендуют женщинам обращаться в роддом. Некоторые лежат там в течение некоторого времени и ждут, когда роды у них наступят. Часто мы готовимся к этому заранее. Поэтому некоторые женщины с разными диагнозами, например, там, узкий таз, да, или какой-то затрудненный акушерский анамнез. То есть, ранние роды проходили плохо. То есть, большая часть женщин с патологией, они, в принципе, не рожают. Они рожают через кесарево сечение. И это совершенно нормально в их ситуации. В общем, если у вас роды нормальные, то все хорошо. С небольшим таким вашим усилием вы будете героем дня и всем очень хорошо поможете. И сможете предотвратить развитие разных опасных ситуаций. Если роды патологические, то у вас это огромная проблема. И никакое видео на ютубе, к сожалению, ее не решит. Собственно, поэтому мы всегда во всех видео говорим, что профилактика лучше, чем лечение. Профилактика в данном случае это своевременное наблюдение в женской консультации, своевременное решение вопроса о госпитализации. И, в общем-то, как минимум, если ваша супруга или родственник собирается вот-вот родить, не нужно уезжать куда-нибудь за 300 километров на дачу, копать огород. Да, нужно находиться где-нибудь поблизости с собранной сумкой, чтобы, если что, быстро отправиться в лечебное учреждение. Это такая очень грустная, но важная вводная часть. Теперь непосредственно про родовую деятельность. Роды разделяются на три периода. Первый период родов – это подготовка и созревание родовых путей. Напишем «подготовка». Он идет достаточно долго, может идти где-то до 12 часов. Ну, опять же, это очень большой плюс-минус. Везде нужно понимать, что у первородящих все периоды идут дольше, у повторно родящих все они идут быстрее. Поэтому, если это роды пятые и шестые, то они могут пройти суперстремительно. Женщина, как правило, сама уже знает, что ей нужно, и ей, в принципе, никто не нужен. Значит, в этом периоде приветствуется активное поведение женщины. То есть, ей можно ходить, ей можно пить, но пить только воду, есть нежелательно. Ей можно принимать разные позы, потому что в разных позициях ощущения по-разному. Да, кому-то нужно находиться лежа, кому-то стоя, кому-то походить. В этот момент, безусловно, еще времени много. То есть, постепенно шейка матки будет расширяться, созревать, укорачиваться. То есть, подготавливаться к тому, что через нее будет проходить ребенок. До этого она имела принципиально другое значение. Да, шейке матки нужно было наоборот быть такой вот крышкой, которая удерживала ребенка внутри. Сейчас у нее задача меняется кардинально. Поэтому это требует определенного времени. В это время начинаются схватки. Схватки сначала идут с большим интервалом, потом этот интервал постепенно укорачивается. Схватки становятся более оформленными. Что здесь важно? Интервал времени очень большой. То есть, если мы понимаем, что родовая деятельность начинается, но не перешла в активную фазу, пока все еще более-менее нормально, в этот момент женщину нужно хватать выхапку и везти ее в больницу, либо вызывать скорую помощь, которая ее отвезет вместо вас. То есть, на данный момент еще есть много времени, чтобы принять такое решение. Хуже, если осозревание родовых путей закончилось, если воды отошли. Этот момент часто люди не воспринимают достаточно прям важно, потому что воды могут постепенно подтекать, могут отойти резко. Кто-то может понять, что это как будто там описывалось, как будто воды там вытекли. Там в туалете, например, может происходить. И, в принципе, этот момент как-то, ну, не всегда ему продают должное значение. Этот момент важный, он означает разрыв плотного пузыря, означает, что ребенок подготовился к выходу и, в принципе, назад дороги нет. Так что смотрим за этим, спрашиваем, как у женщины дела в плане. Надо ли какое-то проводить там исследование? Поступление в медицинскую организацию, конечно, потребует осмотр, естественно, будут логалищные исследования. Если же вы не медицинский работник, то вам оно, в принципе, ничего не скажет. Да, и данные о раскрытии шейки вам не настолько интересны. Вам принципиально знать, пошли роды или нет, то есть торчит ли оттуда ребенок. Если роды еще не пошли, то есть идет первый период, то и, слава богу, быстренько едем в больницу. Второй период родов называется, некрасивым словом, изгнание плода. Изгнание имеется в виду, что родовые пути уже готовы, матка начинает сокращаться, до этого она была максимально расслаблена, и только в схватке она начала сокращаться. Сейчас она сокращается окончательно и старается ребенка из себя уже извлечь. В этом периоде, естественно, болевые ощущения максимальные, к сожалению, если до этого проводилось обезболивание, то есть это медорганизации могли провести обезболивание, здесь мы про это речи не идет. В общем-то, период такой, достаточно напряженный, самый напряженный из всех. Может он длиться 30 минут, может он длиться 1 час, ну, естественно, да, плюс-минус, это в норме. Есть понятие стремительных родов, когда они происходят быстрее, есть понятие затяжных родов, когда они происходят медленнее, да. И то, и то по-своему плохо, стремительные роды несут большее ослаждение для матери, как, например, разрыв родовых путей. Затяжные роды – это большая проблема, потому что сокращенная матка, она, ну, для матери, естественно, тоже, да, это жутко неприятно все, но остальная проблема идет для ребенка, так как плацента, которую кровоснабжает ребенка, Она не работает в полной мере уже в этот момент, и если развивается, например, слабость родовой деятельности, мать пытается родить, у нее ничего не получается, матка напряжена, плацента постепенно, передавливаются сосуды, которые связывают плаценту с маткой, соответственно, ребенок недополучает кислорода, развивается гипоксия плода. Это может вылиться в осложнение, как минимум, это риск нарушения головного мозга, нарушение его развития, может быть инвалидизация, может быть и летальный исход, ребенок может просто не выжить в процессе родов затяжных, поэтому, собственно, это одно из очень многих осложнений, почему рожать дома без присмотра не самая удачная идея. Ну так вот, в этот период требуются наши активные действия. Никакая транспортировка женщины невозможна, более того, если мы, например, идем в подъезде по лестнице, и по какой-то причине у нас женщина идет в этом периоде, и мы понимаем, что у нее вот уже прям реально ощущается головка или ножки плода, и мы их можем в худшем случае даже увидеть, то в этом случае любая транспортировка прекращается, женщина укладывается лежа, под таз подкладываются валики, так, чтобы выпрямить родовые пути, и, в общем-то, начинается уже прием родов. То есть, еще раз подчеркну, где бы этот этап ни начался, его необходимо завершить уже в этом месте, и скорая помощь, приехавшая, тоже будет рожать ее уже в этом месте, никуда не повезет. Исходя из названия, второй период завершается рождением ребенка, который должен выйти полностью. Ребенок остается на пуповине, сейчас мы это все на натуре разберем, не вижу смысла рисовать, да, если мы это посмотрим лучше на тренажере. И дальше начинается третий период, который называется рождение последа. Разные источники выделяют на него разное время, ну, в целом, допустимо сказать, что около 30 минут в норме он должен длиться. Рождение последа, то есть удаление плаценты, это период, когда родовая деятельность уже, естественно, сходит на нет постепенно. Изменившиеся условия, то есть матка, которая постепенно возвращается в свои такие базовые настройки, она будет отторгать плаценту, которая к ней очень так плотно приварена. И, в общем-то, в течение получаса плацента будет отделяться. У этого всего есть своя технология, свои методики, мы их коснемся так достаточно поверхностно, потому что, опять же, это для медицинской организации. В этот момент женщину уже можно транспортировать, но транспортировать ее можно лежа, поэтому, если у нас скорая приехала на втором периоде родов, да, и помогла с рождением ребенка, то на этом этапе она, может быть, попробует транспортировать женщину в лечебное учреждение. Ну, и, в общем-то, в идеале все это должно кончиться рожденной плацентой, которая нормальная, у которой нет каких-то кусков, которые остались внутри. Если не развивается никаких осложнений, ну, они сводятся, по сути, к кровотечениям, то все вообще прекрасно, роды наши завершились, и, в общем-то, все хорошо. Попутно из этого мы выделим такой вот небольшой спин-офф, если удобно. Это работа с новорожденным. С ребенком напишу, новорожденным, длинное слово. Рожденному ребенку тоже требуется наша помощь, в идеале совсем небольшая, но есть возможность, что потребуется помощь реанимационная. Голыми руками ее оказать проблематично, но, тем не менее, покажем, что вы сами можете сделать. Итак, исходя из этого, да, работа наша длинная, работа наша емкая. До вот этой черты мы женщину везем в больницу, после этой черты, ко второму периоду родов, в больницу мы уже не едем. Итак, обычная ситуация, вы на пикнике, и ваша родственница решает родить. Что нам понадобится? Во-первых, оговоримся, что лежит она у нас, потому что она манекен, на ней удобно показывать. Так, в принципе, ограничений нет. То есть, можно рожать стоя, сидя, на четвереньках, в вертикальном положении. Это, в принципе, не ограничено. Но когда какая-то патология, логично смотреть так, чтобы женщина лежала. Говорят, что такая поза как будто бы менее физиологична с точки зрения родов. Ну, здесь мы это оставим акушерным гинекологам на откуп. В общем, в нашем случае женщина может рожать только так. Итак, нам понадобится. Во-первых, берем какой-нибудь антисептик, который мы сможем обрабатывать как минимум свои руки. И далее обрабатывать поповину младенца перед перерезанием. Положу сюда. Далее, нам нужно что-нибудь, что может нам позволить сделать аспирацию. То есть, отсасывание масс различных из носа и рта ребенка. Ну, из рта. Например, можно использовать для этого клизму. Нам потребуется чистая теплая вода. У нас есть вот такой чайник, который нам в этом случае поможет. Вода нам нужна для того, чтобы обмыть ребенка. И нам понадобятся перевязочные материалы, которые могут быть, например, в автомобильной аптечке, могут быть из-за ее проделания. Здесь мы себе положили немножко спиртовых салфеток. Положили мы сюда пеленку. Ну, вместо нее может быть, в принципе, любая ткань. Положили мы еще простыню, которая находится под матерью. Положили мы бинт. Нам он будет нужен, чтобы сделать из него лигатуры. Можно, в принципе, сделать это заранее. Отрезать себе два кусочка бинта или оторвать. С помощью этих лигатур мы сделаем завязки на поповине. Нам, пожалуй, понадобятся перчатки. Сразу возьмем их себе. Плюс у нас есть салфетки, которыми мы можем также делать различные промакивающие действия, чтобы обмыть нашего ребенка. Ну, и бинт мы оставим на всякий случай. И в итоге нам нужна будет пеленка, на которую мы сначала ребенка положим. Потом, в идеале, какая-нибудь пеленка тканевая, в которую мы его запеленаем. Для этого подойдет, в принципе, любая чистая ткань. Пока разложим вот так. Итак, мы говорим про второй период родов. У нас есть буквально несколько манипуляций, которые мы должны будем разобрать. Итак, готовим себе площадку. У нас уже подстелена здесь ткань. Подстелим еще одну пеленку для ребенка. Обработаем руки с помощью антисептика. И наденем перчатки. У нас есть сейчас две принципиальные задачи. Первая задача – это помочь ребенку, помочь ему родиться не слишком быстро, не слишком медленно. Убедиться, что все у него будет безопасно. И обработать его. И вторая наша задача – это помочь матери. Она будет заключаться в так называемой защите промежности. То есть, постараться защитить мягкие ткани промежностью от разрывов. Разрыв – это, безусловно, очень больно. Плюс это требует хирургической помощи. Эта зона очень кровоснабжена, богата. Поэтому, если кровотечение начнется, то оно будет достаточно обильным. Итак, мы приготовились. Речь идет про второй период родов. То есть, это означает, что шейка матки полностью раскрылась. И уже можно, в принципе, что-нибудь нащупать или даже увидеть. Варианта у нас два, что мы там нащупаем. Принципиально это либо головка плода, если это головное продлежание, или ножки, если это ножное продлежание. Допустимы разные варианты. Но, опять же, мы говорим про роды нормальные, в которых мы, скорее всего, почувствуем голову. Голова у ребенка, в принципе, похожа на голову, которую мы ожидаем увидеть. С тем допущением, что там есть роднички, то есть мягкие участки. И акушерки, акушерогинекологи как раз по расположению этих мягких участков смотрят, как именно ребенок расположен. Мы в эти подробности вдаваться не будем. Для нас принципиально, что ребенок уже расположен на выходе, и мы готовимся его ловить. И начиная нашу работу по приему родов, мы, естественно, общаемся с матерью, слушаем ее ощущения, советуемся с ней. Это во многом повлияет на исход процедуры. Как минимум, ей нужна будет наша поддержка. Но в то же время мы ей прям хорошо руководим. Мы должны понять отличие ощущения схватки, которая идет как боль из-за сокращения матки, и потуги, потуги, не знаю, ударения, когда сокращается именно брюшная стенка, и появляется вот это вот непреодолимое желание уже родить. И как раз-таки на высоте вот этих вот потуг мы и проводим все наши манипуляции по защите промежности. Для этого нам нужно содействие матери. То есть, когда вот это ощущение появилось, мы ей говорим тужиться. Опять же, тужиться нужно правильно. То есть, это не всем телом напрягаться, да. Ощущения примерно те же, когда мать борется с запором. Можете ей такую аналогию привести. То есть, говорим, писякакай, со всей силы тужься. И опять же, орать она не должна. Должна она, наоборот, набрать воздух, чтобы максимально усилить внутребрюшное давление. И всем-всем своим организмом стараться родить ребенка. А мы будем стараться ей в этом помогать. Итак, видно, что идет головка. Движение ее будет постепенным и таким поступательным туда-обратно. Да, она будет постепенно прорезываться, врезываться. Что нам нужно? Одной рукой вот так на одну половую губу и вот так на другую. То есть, мы удерживаем мягкие ткани и аккуратненько их с одной стороны сдавливаем. Когда идет схватка, с другой стороны аккуратненько их разводим так, чтобы все было хорошо. Вторая наша рука, в моем случае левая. Она четырьмя пальцами ложится на голову ребенка. Ее задача это удерживать голову от слишком быстрого выхода. То есть, выход, конечно же, должен быть. У нас нет цели задолкать ее обратно, да, и до прибытия скоро держать. Но есть цель, чтобы это все происходило бережно. И вот в таком вот режиме мы ждем, когда будут схватки. Получаем ребенка. Все это процесс довольно идет оперативный. Ребенок будет выходить. Постепенно он будет поворачиваться. Пусть это вас не пугает, так и должно быть. Мы постепенно разводим ткани так, чтобы он мог это сделать. Манекен нам дает, конечно, довольно условное представление о процессе. Но, тем не менее, гораздо лучше, чем объяснить это в теории. Так, ребенок постепенно у нас разворачивается. Продолжая выходить. Разрывы могут возникнуть. Мы с ними ничего сделать не можем на данном этапе. Итак, рождается голова. Мы освобождаем ее быстро от мягких тканей, так чтобы снять натяжение с них. Второй важный этап это рождение плеч. Голову я пока поддерживаю так, чтобы она у меня не сильно болталась. Рождается плечо обычно в начале верхнее. Мы этому всему делу, естественно, помогаем. Далее плечо рождается нижнее. Когда оба плеча родились, считайте, что процесс уже завершен. Дальше все легко. Ноги выходят самостоятельно. Мы вытаскиваем оставшегося ребенка. Он у нас вытаскивается на пуповине. Сразу же кладем его рядом. Сейчас он еще получает кровоснабжение от матери. Ребенок родился. Располагаем его сейчас здесь, в ногах, на пеленке. Обращаем внимание, что он еще соединен с матерью пуповиной. Собственно, сейчас мы этим и займемся. Поэтому сразу мы его не поднимаем, матери не показываем. Еще успеет насмотреться. Сейчас нам необходимо пересечь кровоток. Для этого у нас есть заготовленные бинты. Отступаем побольше. Можно сантиметров 10-20. И завязываем сначала одну лигатуру. Вот так максимально плотно, насколько это возможно. И возле нее завязываем еще одну. То есть, одна будет со стороны матери, одна будет со стороны ребенка. Все это очень склизкое. Сейчас у нас смазка от манекена в жизни, это была бы натуральная смазка. То есть, здесь условия приближены к реальности. Работать жутко неудобно в такой ситуации. Итак, мы наложили две лигатуры, после чего мы их должны пересечь. Итак, мы пересекаем пуповину. Оставляем пока материнский конец нам не нужен. Ребенка мы должны обязательно хорошо обтереть, обсушить. Не сильно давим, естественно, на все. Но вытираем довольно решительно. Помимо самого вытирания, то есть, предохранения от потери тепла, нам это еще и дает такое рефлексогенное воздействие. То есть, ребенок за счет этих ощущений просыпается и начинает, дай бог, шевелиться. Дальше нам очень важно убедиться, что его дыхательные пути свободны. Поэтому в нашем случае клизму, да, берем ее так вот сжимаем, заводим ее в рот и с ее помощью можем несколько раз, да, отсосать всю слизь, которая могла там остаться. В идеале еще аспиратором отсасывают нос, потом рот. Ну, клизмы мы в нос никак не залезем, да, здесь мы стараемся залезть в горло и убрать все ненужное. Далее, насколько это возможно, тоже чистым стерильным бинтиком мы можем промокнуть глаза. Да, сделаем такую мини-салфеточку. Естественно, никакого спирта, антисептика ни в коем случае, да. Можем вот так промокнуть глаза аккуратненько, но понимаем, что полностью их не обработаешь, закладывается специальная мазь, для этого у нас есть лечебное учреждение. На данном этапе ребенок наш должен от наших шевелений, от наших манипуляций, от того, что мы очищаем дыхательные пути, прийти в себя, задышать, в идеале закричать. Это все для нас совершенно замечательно. На этом наша работа с ребенком заканчивается. Мы его укутываем в пеленку. Ну, в эту пеленку запеленать может быть проблематично, но хотя бы хоть как-то, да, его упаковываем. И вот на этом этапе уже можно его будет передать на живот матери. Сразу разберем более плачевную ситуацию, когда ребенок после наших манипуляций не задышал. В этом случае ему требуется проведение реанимации новорожденного. Понятно, что все уже идет сильно не по плану. В этом случае можем положить его на землю, можем взять его себе на руку. Но на руку бывает удобнее, потому что нам необходимо ему будет выполнять и массаж грудной клетки, и дыхание. Делается это в рифме... В рифме. Делается это в ритме 3 к 1. 3 компрессии, 1 вдох. 3 компрессии, то есть нажатие на грудную клетку, должно проходить так, чтобы на 1 треть, то есть вот передний и задний размер, да, на 1 треть он должен сжиматься. Ребенок новорожденный, поэтому нам обычно хватит одного большого пальца. Кладем его на середину грудной клетки, на грудину, и надавливаем. И чтобы сделать вдохи, мы понимаем, что ребенок маленький, мы большие, поэтому своим ртом мы обхватываем ему и нос, и рот, и делаем ему вдох. По объему трудно сказать, да, ощущение, но мы для этого убираем руки, и мы должны заметить, что грудная клетка немножко приподнимается. То есть у нас нет цели там надуть его так, чтобы он полопался, да. Новорожденному ребенку очень легко нанести травму таким образом. Поэтому мы ориентируемся визуально. То есть грудная клетка начала подниматься хорошо, достаточно. И делается все это в таком, достаточно бодром темпе. То есть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и так далее. Реанимация делается 10 минут. Если в течение 10 минут ребенок не задышал, то, к сожалению, он признается погибшим. Если задышал, то отлично. Безусловно, у него все еще огромные проблемы со здоровьем, которые необходимо решить в больнице. Но вполне возможно, что он будет жить и будет нормальным человеком. Так или иначе, ребенка нашего мы родили. Тем временем у нас продолжается третий период рода. В период рождения последа. Выглядит это вот так. Какая-то часть пуповины, которую мы не отрезали, вместе с лигатурой висит. Там внутри еще остается плацента. И наша задача ее получить. Естественно, мы активно это не делаем. То есть мы даем возможность матери родить ее самостоятельно. Отделение плацента и выделение плацента – это целая наука, которой не нужно заниматься, если у нас нет специальной подготовки. Если вдруг есть какой-то разрыв, то что мы можем постараться сделать? Можем постараться задавить его так бинтом. Надеяться, что кровотечение будет останавливаться. Оно, естественно, будет останавливаться. Но, опять же, какой-то объем крови мать потеряет. Здесь что-то сложно сделать. Никакого, естественно, жгута или давящей повязки здесь не предусмотрено. То есть вся вот эта половая область, она очень хорошо кровоснабжена. В данном случае, к сожалению. И что нам остается? Мы смотрим за этой лигатурой. Постепенно должна удлиняться буповина, которая будет снаружи. Постепенно она будет выходить. Опять же, на себя тянуть ни в коем случае нельзя. И рано или поздно послед родился. Если не родился – хорошо. Ничего не делаем, оставляем это скорой. Если родился, то его необходимо сохранить. Итак, предположим, у нас родился послед или плацента. В упрощенном виде он выглядит вот так. Есть у него одна сторона, которая крепится к стенке матки и служит непосредственно для обмена кровью и питательными веществами. И вторая сторона идет в полость матки. Поскольку очень хорошо прорастает плацента, могут быть такие ситуации, что она выделяется не целиком. И у нее, например, не хватает каких-нибудь кусочков. В этом случае необходимо будет дополнительные процедуры проводить, чтобы эти кусочки удалить. Опять же, проводить их мы будем не в первой помощи, но принципиально важно знать, есть ли такая ситуация вообще. То есть, если послед у нас образовался, мы его ни в коем случае не выкидываем, засовываем его в пакет и отдаем его на осмотр. Во-первых, на него смотрят просто глазами для обнаружения этих самых кусочков. Во-вторых, на него смотрят патологи. То есть, это как такой вот операционный биопсийный материал, если хотите. Он должен быть отдан на обследование обязательно. Поэтому мы его сохраняем. Ни в коем случае не чтобы есть, а чтобы поставить какие-то диагнозы и скорректировать план лечения. Итак, что нам делать дальше? Во-первых, вызвать скорую, если вы вдруг этого не сделали раньше. Мы понимаем, что требуется обследование для наших обоих пострадавших. И, безусловно, они все должны быть доставлены в медицинскую организацию. Поэтому, в идеале, мы, конечно, в скорую позвонили гораздо раньше. Ну, в общем, вы поняли. Далее, пока мы ждем, нужно обеспечить ребенку максимально раннее кормление. Это можно делать уже в третьем периоде родов. То есть, как только мы закончили с ним манипуляции и убедились, что он жив, то можно приложить его к груди матери. Это поможет ему и ей. С точки зрения нашей, с точки зрения помощи, это профилактирует некоторые осложнения, которые могут возникнуть. В идеале, ничего супер такого страшного уже происходить не будет. Мать будет оставаться на месте, будет отходить. Естественно, ощущения у нее и впечатления были у гу-гу, поэтому ей нужно время, чтобы отлежаться. Будет она кормить ребенка. Рано или поздно ко всему этому делу добавятся скорые помощи и скажут, что делать дальше. Что может пойти не так? Есть группа осложнений, связанная с послеродовыми кровотечениями. Сделать с ними голыми руками ничего невозможно. Это делается только в медицинской организации. Но к этому нужно быть готовым. То есть, нужно периодически посматривать в область родовых путей и нужно понимать, если кровотечение развилось. Важно уточнить, что признаком кровотечения не всегда будет являться выделение крови наружу. Точнее, мы можем обнаружить, что да, растекаются лужи крови из родовых путей. Но есть ситуации, когда родовые пути забиваются сгустками крови, например. Или есть ситуации, когда кровотечение прежде всего пропитывает стенку матки, наполняет полость матки, только потом это будет все вытекать. То есть, мы увидим общие симптомы кровопотери. Внезапная слабость, бледность, потеря сознания. Опять же, сделать нам с этим что-то трудно, но хотя бы заподозрить и поторопить тех, кто едет к нам на помощь. Еще одна ситуация, которая может возникнуть, это эмболия колоплодными водами. Колоплодные воды могут попадать в кровоток. Собственно, эмболия это и есть закупорка. То есть, развивается абструктивный шок по типу массивной тромбоэмболии легочной артерии. Надеюсь, эта фраза кому-нибудь что-нибудь скажет. Ну, в общем, дело в том, что в этом случае развивается огромнейшее явление шока. Часто они развиваются с явлениями клинической смерти. Поэтому мы должны быть готовы, если что, перейти на грудную клетку и начать сердечно-легочную реанимацию. Опять же, прогноз для матери значительно ухудшается. Итак, какие из всего этого можно сделать выводы? Рожать это сложно. В поле это делать не нужно. Поэтому, если вы собираетесь на пикник, не берите на него сильно беременных женщин. Держите их там, где до них может добраться скорая помощь. И они все вместе могут добраться до родильного отделения. Есть специальная специальность, простите меня за тавтологию. Есть специальная профессия, акушерка и врач-акушер-гинеколог, которые специально созданы для того, чтобы вести роды. Поэтому, если вы вдруг посмотрели это видео или какое-нибудь другое, то этого ни в коем случае недостаточно, чтобы это делать регулярно. Для всех любителей родов на дому без медработников, доул и так далее, уговоримся отдельно. Есть большой процент осложнений. То есть, опять же, как говорил я вначале, да, если роды нормальные, ваше дело подавать тряпочки, всех обтирать, промакивать под солба, и вы молодцы. Вы заслужили свой хлеб. Но, как только происходит какое-то осложнение, тут же возникает мысль, что доула не является медицинским работником, лечить она никого не должна, она самоустраняется. Иногда физически дальше вызывается скорая помощь, которая приезжает с абсолютно обалдевшими глазами, потому что уже огромная задержка оказания медицинской помощи. Современные роддома, они нормально оборудованы, в них тоже работают нормальные люди, высококлассные специалисты, они все, в принципе, все понимают. Если вам нужно рожать в каких-то более дружественных условиях, да, есть партнерские роды, как минимум, первый период родов партнер может без проблем присутствовать, именно вот к потугам, к рождению ребенка, наверное, может быть и не стоит. А в начале, в первый период родов, его психологическая поддержка будет безумно важна для рожающей женщины. В общем, опять же, в поле лучше не рожать, но если вдруг вам придется с таким столкнуться, хотя бы вы примерно знаете, чего ожидать. Как всегда, желаем, дай бог не пригодится. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok